Девушки отдыхают Девушки отдыхают Форум стартовал с панельной дискуссии, в которой приняли участие губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Сергеевич Екусов, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Аганесович Крикорьяц и ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова. Поздравляю вас всех с таким замечательным мероприятием, праздником. Это праздник и для вас, и для нас. Я желаю всем успешной и хорошей работы. Губернатор и руководители министерств посетили бизнес-инкубатор Омского ГАУ, в котором молодые ученые получают возможность воплощать свои идеи практически. Виктор Назаров поддержал предложение резидентов о создании в регионе отдельного грантового фонда на поддержку инновационных проектов в сфере АПК. Далее участники форума продолжили работу на площадках. Так, на одной из них аграрии смогли узнать о мерах государственной поддержки работающей молодежи в сфере АПК. На другой – выпускники Омского ГАУ, а ныне руководители аграрных предприятий региона, поделились своими историями успеха, рассказав о возможностях построения карьеры. На площадке в конференц-зале научно-сельскохозяйственной библиотеки можно было узнать о том, как привлечь молодежь в развитие АПК, как поддержать молодых предпринимателей-фермеров. Завершился форум церемонии награждения, на котором благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области были отмечены представители аграрных предприятий области, преподаватели и сотрудники, а также студенты Омского ГАУ. В этом году студенты нашего университета готовились к самому торжественному, волнительному и ожидаемому мероприятию – Мистер и Мисс Университет 2017. В этом году конкурс впервые проходит в два этапа. В начале апреля прошли спортивные застязания, на которых участники продемонстрировали уровень своей физической подготовки. Финал конкурса состоялся в студенческом дворце культуры. Ребята серьезно подошли к этому этапу, ведь им предстояло подготовить творческий номер, ответить нам непростые вопросы о истории нашего вуза и продемонстрировать кулинарные способности. Впечатления хорошие, результаты мы пока не знаем. Настроены на победу? Естественно. Долго готовились? Да, очень долго. Как долго готовились к конкурсу? Естественно. Естественно. Сложно было? Да. Вы ставили на творческую конкурсу? Да, было довольно сложно, потому что два лидера на факультете и два лидера, которые засыпают. На одном конкурсе очень сложно готовиться, но мы пришли к компромиссу. Участники конкурса, группа поддержки, преподаватели и студенты, одним словом, все, все переживали и с нетерпением ожидали оглашения результата. И вот места распределились следующим образом. Третье место завоевали Гришин Андрей Ильякова Юлия, факультет зоотехни и товароведения и стандартизации, которые радовали нас образом Шурика и Ильича. Второе место Медлярский Сергей Игусева-Дарьев, факультет ветеринарной медицины, в образе Ромео и Джульетта. Первое место Кулагин Владимир и Алтонина Анастасия, факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природоустройства и водопользования, в образе Джеймса Бонда и его спутницы. Гран-при взяли Кусаков Владислав и Бадунова Полина, университетский колледж агробизнеса, в образе мастера и Маргариты. Поздравляем победителей и участников конкурса. Оксана Викторовна Шумакова встретилась с руководителями школ Советского административного округа города Омска. Депутат Омского городского совета Сокин Алексей Анатольевич, присутствовавший на встрече, отметил, что давно сотрудничает с коллегами из нашего университета и рад, что в Омском ГАУ сформировался грамотный и перспективный коллектив. Ректор ВУЗа выступила с докладом на тему «Омский ГАУ – точка роста агроориентированной Омской области». Проректор по образовательной деятельности Комарова Светлана Юрьевна рассказала собравшимся о взаимодействии нашего университета со школами Омска и Омской области. После встречи для гостей университета провели небольшую экскурсию. 6 апреля в нашем университете прошла традиционная ярмарка образовательных услуг «Выбор за тобой». В ВУЗ приехали более 260 школьников 10 классов Омской и Омской области, чтобы определиться с выбором дальнейшего жизненного пути. Вниманию гостей был представлен фильм, подготовленный студенческой медиа-службой, рассказывающий о тех профессиях, которые сегодня можно получить в Омском ГАУ. С приветственными словами к будущим абитуриентам обратились проректор по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся Жанна Константиновна Шмидт, директор Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Любовь Михайловна Карпук и главный специалист областного центра профориентации Наталья Викторовна Артюхова. Но всем вам, ребята, в качестве примера привести диалог Чешинского кота и Алисы из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Когда кот спросил Алису, а куда ты идешь? Не знаю, ответила она, лишь бы куда-нибудь прийти. Если ты не знаешь, куда идешь, то все равно куда идти. И вот мне бы хотелось, чтобы вы для себя четко выставили траекторию своего жизненного пути, ставили цель, планомерно их достигали, и тогда в Омском ГАУ будет очень легко выбрать и сдать ЕГЭ и поступить в любимое для вас, в основательном учреждении. Эта ярмарка уникальна тем, что теория здесь представлена по минимуму. Школьников ждала практика. Колбочки, приборы, молочные продукты, теодолиты и нивелеры. Все можно было потрогать, покрутить, включить. Серьезное инженерное оборудование в умелых руках студентов не пугало сегодняшних старшеклассников, а напротив, вызывало живой интерес. Ребятам предстояло многому удивиться и узнать новое. Оно мне очень понравилось, я узнал много интересного, куда можно поступить, примерно буду знать о своем дальнейшем будущем. Ну, сегодня мне очень понравилось, я сюда шла целенаправленно посмотреть два факультета, которые мне были интересны. Ну, я убедилась, экономические и кадастровые факультеты, я думаю, если как сдам экзамены, уже буду решать. В этом году на базе нашего вуза состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В работе совещания приняли участие руководители и специалисты органов управления АПК муниципальных районов, ученые научно-образовательных учреждений, сотрудники министерства, руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских фермерских хозяйств, руководители дилерских центров, баз, снабжения и предприятий. На коллегии отраслевого министерства обсуждались итоги минувшего года и задачи на 2017-й сельскохозяйственный год. На главной площади студенческого дворца культуры была организована экспозиция предприятий сельхозмашиностроения. 5 апреля в конференц-зале научно-сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ прошел полуфинал конкурса «Лучшая студенческая группа», в котором приняли участие 7 академических групп, прошедших в отборных факультетах. А 27 апреля в студенческом дворце культуры состоялся финал конкурса, в который прошли уже 5 групп. Участникам необходимо было сразиться в трех конкурсных испытаниях. В конкурсе «Визитка» Нилы Камшиты студенты рассказывали о своих группах и их уникальности. В следующем конкурсном испытании капитаны команды должны были ответить на каверзные вопросы, посвященные столетию университета. В ходе ответа капитан команды 312-й группы агротехнологического факультета предложила в качестве талисмана Омского ГАУ «Бобра», который грезет гранит науки. В последнем творческом домашнем задании «Новое поколение выбирает» участники финала представили сценические номера, в которых рассказывали о любви и преданности выбранной профессии. Первое место заняла 303-я группа факультета технического сервиса ВПК. Второе место – 41-я группа Тарского филиала. Третье место – 312-я группа агротехнологического факультета. Поздравляем победителей, желаем им плодотворной работы и творческих успехов! Конкурс на премию имени Артура Петровича Майорова нашел своих победителей. Ими стали 14 студентов Омского ГАУ. За годы существования конкурса более 1700 студентов стали его участниками. Красиво могут организаторы работать. В нашей структуре, в моей службе мы с вас берем пример. Ребята, которые побывали на этих конкурсах, они тоже, наверное, для себя почерпнули очень многое. Производство и самообщение может быть высокоэффективным, высокоорганизованным и дисциплинированным. Это как раз-таки показ, демонстрация возможностей передового фронта предприятия. И около 200 – лауреатами. Формат конкурса ежегодно изменяется с учетом текущих задач предприятия. В этом году конкурсанты прошли все те испытания, которые проходят наши сотрудники при отборе в кадровый резерв. Конкурсные задания – это реальные ситуации, с которыми на производстве сталкиваются каждый день. Например, рекомендовать технологию выращивания яровой пшеницы с описанием видов работ, набором техники, сроков, норм, глубины обработок и фазы развития культуры. Победа в конкурсе – это первый шаг к успешной карьере. Некоторым ребятам уже поступили предложения о трудоустройстве. Кому-то еще предстоит пройти собеседование. С вами были новости Омского ГАУ. Этот выпуск был очень яркий и насыщенный. Я надеюсь, в следующем месяце будет много интересных и ярких событий. До новых встреч! Увидимся в следующем месяце. Субтитры подогнал «Симон»!